вчера узнали мы о том что олег дерипаска подал иск о защите чести и достоинства странно да вот в одном предложении тем не менее и обвиняет он вас в том что вы сказали что у него есть 2 ч века как полагается он серьезно он серьезно оскорбился может быть действительно у него нет никаких чувака это очень забавно поскольку вообще текст иска он такой фееричный просто фееричный поскольку поскольку как-то в одном иски дерипаска говорит что вы знаете девушка по конституции российской федерации и цитирую конституцию частные военные компании в россии запрещены это во первых поэтому их у нас нет тем более их нет у меня раз они запрещены во вторых гражданин п гражданин п в пресненском суде москвы однажды выиграл иск у граждан венедиктова и шандеровича которые уверяли что если частая военная компания под названием вагнер которая принадлежит гражданину п и несмотря ни на что этот иск выигранный был гражданином п потом много-много раз подтверждет действительно венедиктов и шандерович пытались оспорить уже после того как пригожин гражданин п объявил что чувака вагнер принадлежит ему и он к ним имеет отношения суд категорически отказался это признать и по прежнему шандерович и венедиктов считаются людьми которые нарушили честь и достоинство господин пригожина приписав ему владение частой военной компании вагнер то есть по решению суда это категорически неверно и в третьих замечательное время подачи этого иска поскольку собственно полтора года пока я рассказываю про частые военные компании в россии связи с военного украине полтора года я рассказываю что частная военная компания редут непосредственно связана с олегой дерипаской и он один из ее создателей вдохновитель и частный спонсор его это устраивало полтора года но исходом в день когда путин сказал что частные военные компании это ай-яй-яй это нехорошо и пока путин не определился у его же кидает хорошо это ли нехорошо то частная военная компания вагнер это все наше и вот миллиард долларов туда миллиард сюда это все вот замечательные люди то наоборот дерипаска на всякий случай решил что частые военные компании редут не имеет нему никакого отношения ну окей то есть я не сомневаюсь в решении там таганского суда не не я не лиза сетинская главный редактор забыл в общем требует он очень смешно требует он 10 тысяч рублей в день с каждой пока мы не опровергнем очевидное окей 10 тысяч рублей в день 100 тысяч рублей в секунду ну это совершенно все равно это совершенно все равно это потому что вы такая богатая ольга ну у меня в россии ничего не было ничего нет поэтому пусть он развлекается как хочет а что вообще нам известно про эту частную военную компанию редут какого она размера кто туда набирается и продолжает ли она сейчас участвовать в активных боевых действиях она продолжает участвовать в активных боевых действиях заключенные там насколько я знаю не набирались или набирались не так много как в вагнере или как например в чвк патриот который связан с сергеем шайгу сергей кожегов чесли что я здесь а вы что коллекционируете как-то собрать коллекцию фантиков нет ну слушайте эти нелепые фантики да пусть пусть будут потому что историческое время изменится и я уверена что этот иск например пригожина выигранный иск во всех судах выигранный их пригожина к венедикту вышендоровичу которые нахально уверяли что чвк вагнер принадлежит пригожину связано с пригожиным да я конечно никогда не перебьют пальму первенства с дерипаской дерипаска лох все таки но надо было быть все таки пальму первенства забирать а сейчас все таки у пригожина с одной стороны венедиктова и с другой стороны ну в общем а сейчас это все выглядит нелепо и смешно ну в общем это такая такая история про человека который очень сильно держит нос по ветру и очень вовремя всегда хочет как-то куда-то что-то подлизнуть что касается принадлежности ребюта дерипаски связи редута с дерипаской знаете это так же как вот такая вот такое общее место как не венедиктов не смогли доказать что чвк вагнер принадлежит пригожину хотя что только не делали и до сих пор не доказали это поэтому ну кому кому это надо теперь уже как бы и не принадлежит как будто бы вот оно время то как главное немножко подождать все а насколько вообще это чего корид дуд принимает сейчас участие в военных действиях ведь если так заволновался олег зарипаска наверное ему стоит распустить свою чвк взять и всех вывести сначала в анапу как мы видим по траектории чвк вагнер а потом уже все одновольные хлеба я думаю что сейчас чвк редут как собственно и было велено растворяется в министерстве обороны поэтому он так и волнуется чтобы не дай бог не 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 недора творилось и пока вот ведь не такие но на это очень смешно потому что в сентябре прошлого года после как раз очень сильно топил за чвк и собственно практически сообщил так что все любой уважающийся олигарх ну который хочет иметь дальше дело с российской федерации российскими властями должен создать свою частную военную компанию и значит всячески и ухолить и лелеять но это было в сентябре прошлого года вот прошло меньше года теперь эта тенденция изменилась изменились настроения как-то все поменяется дальше никому не известно но видимо совершенно очевидно что таганский суд при этом будет снимать пытаться снять с меня и лиза сетинских 10 тысяч рублей в день и не знаю это не думаю что им ждет на этом помощи большой успех хорошо быть нищебродом и изгнанником тем не лепостки не страшно вообще и таганский суд точно так же даже вот приставов некуда к вам послать ольга даже плазму не вынесешь как-то даже обидно за них но вообще вы планируете хоть как-то участвовать в этом деле нанимать адвоката ознакомиться с материалами дела обжаловать в случае вдруг проигрыша я совершенно не планирую этим заниматься поскольку поскольку слишком хорошо знаю судебную систему российской федерации там делай все что хочешь да доказывая любым образом свою там невиновность или там причастность дерипаски к чвк ридут все это совершенно ни на кого впечатление произойдет еще раз при решении пресенского суда товарищ пригожин имеет никакого отношения к чвк вагдах в жизни не имел пожалуйста это действующее решение до сих пор но может быть только ради того чтобы снова и снова встречаться с нами в эфире хотя я уверена что и другие поводы найдутся да и нужен ли нам повод нам не нужен повод зовите без повода